14 самых страшных вещей, снятых на камеру ютуберами По утверждению этих ютуберов, они сняли на камеру нечто страшное, неожиданное и даже не принадлежащее этому миру. Я думаю, что есть вероятность, что все эти видео настоящие, но если вам кажется, что какое-то видео подставное, напишите пожалуйста об этом в комментариях. Номер 14 Ютубер по имени Али Эйч со своей собакой исследует окрестности старой заброшенной школы, когда вдруг они находят камеру GoPro. Он приносит ее домой и включает ради интереса. Вот что он обнаружил. Али Эйч сказал, что от видео ему стало не по себе. Он попросил ютуб комьюнити посмотреть это видео, чтобы понять его скрытый смысл, однако никому так и не удалось разгадать загадку этого видео. Может быть нам стоит запустить аудио на видео в обратную сторону, чтобы разобраться с этим. Номер 13 Джесси и Джина – два ведущих ютуб-канала BF vs GF. Однажды ночью они решили отправиться на исследование старой тюрьмы, в которой якобы бродят привидения. На 11 с половиной минуте за Джесси появляется странная фигура. Смотрите на дверной проем слева. Эта исчезающая тень взволновала множество пользователей, которые откликнулись на нее комментариями. Вопрос лишь в том, что это за тень. Или это простая тень человека. Я заметил, что съемка была сделана рядом со знаком выхода. Так что, быть может, это был всего лишь силуэт уходящего визитера. Я не уверен на 100%, что это, поэтому я буду рад услышать ваше мнение. Номер 12 Я не уверен, в какой стране было снято это видео, но, согласно описанию, ютубер Джесс Джеймс исследует немецкий бункер времен Второй мировой войны, когда вдруг он набредает на эту ужасающую камеру. В маленьком бетонном пространстве висит веревка, и на стенах нарисована пентаграмма. Я надеюсь, что это всего лишь красная краска. Также там видно стрелку, указывающую на место, которое могло быть местом жертвоприношения. Джесс Джеймс не задерживается здесь надолго и убегает. Я заметил, что они не заходили глубоко в бункер. Эта странная сцена могла быть создана другими визитерами. И снова, может, какой-то культ действительно базируется в этом бункере. Тогда Джесс Джеймс принял верное решение уйти. Номер 11 Гэбби Ханна – это ютюберша, которая боится, что она не одна дома. А она сделала это видео в ответ на комментарии о других видео, в комментариях которым люди писали, что какой-то голос повторяет ее имя, поэтому она решила с этим разобраться. Это звучит, как будто бесплотный голос говорит «Гэбби». Гэбби Ханна клянется, что кроме нее и ее подруги дома никого не было, и что этот голос не из песни. Дайте знать, услышали ли вы его, и что бы вы сделали. Номер 10 После странных вещей, происходящих в этом доме вот уже три дня, ютюбер Хав Паранормал решил во всем разобраться. Он взял устройство, используемое для общения с призраками, под названием «Феномен электронного голоса» и начал ходить по дому. Совсем скоро ему начинают отвечать. Имейте в виду, что звук телевизора выключен. Мамочка, мамочка. Когда он прокручивает запись наоборот, получается фраза «Мамочка, выйди ко мне». По моему мнению, это не фейк. Мне кажется странным, что ответы призраков всегда связаны с уходом или поиском кого-то. Пишите, считаете ли вы это видео фейком, или это действительно проявление некой сущности. Номер 9 Explore With Us – это интересный ютюб-канал, на котором семья изучает заброшенные места где-то на краю света. Во время одной экспедиции команда наталкивается на старую хижину, которая сразу же им не понравилась. Но они все равно решили войти. Побыв там какое-то время, им не удалось найти ничего, кроме мусора. На полу валяются доски. Затем они наткнулись на то, что изначально вселяло в них сомнения. Над кучей разорванной одежды висела петля. Возможно, я тороплюсь с выводами. Но я думаю, что кто бы ни находился в этом помещении, мягко говоря, они бы спешно покинули это место. Они не стали убирать вещи, чтобы проверить, не было ли там людей. А может, они просто не хотели знать ответ. Довольно темная история. Номер 8 Фриди44 – ютюбер с большой проблемой. Что-то заползло в его ухо и не хочет оттуда выбираться. Они пытались достать это, но наружу выходили только мелкие кусочки. Даже в больнице после двухчасовой процедуры не смогли избавиться от этого. Два дня спустя Фредди наконец увиделся со специалистом и смог обнаружить, что так далеко забрело в его ушной канал. Это майский жук, который застрял в ухе Фредди. Хотите верьте, хотите нет, но жука доставали в два приема. То, что вы видели, это лишь половина жука. Номер 7 У Майкл Ди Мэджи свой канал, посвященный разным проявлениям паранормального. Наш случай происходит у него дома. Он оставляет камеры, чтобы проверить, что происходит ночью. Возьмем, к примеру, это видео кухни. Посмотрите на бутылку с водой рядом с раковиной. Это видео 2015 года, и долгое время о нем никто ничего не писал. Некоторые комментаторы говорят, что он использует нитку, чтобы заставить бутылку двигаться. Но я настоятельно рекомендую вам посмотреть другие его видео, чтобы вынести справедливое мнение. Номер 6 В дом этого несчастного ютубера забрался незваный гость. Причем это был даже не человек. Смелый муж со шваброй в руке открывает окно, чтобы выгнать гигантского паука. Он закрывает дверь и запирает ее шваброй, и затем идет успокаивать свою семью. Знаете ли вы, что это за гигантский паук? И что еще более страшно, ядовит ли его укус? С этой информацией мы будем знать, в какой опасности находилась эта семья. В любом случае, надеемся, что этот паук больше не вернется. Номер 5 Знаменитый ютубер Гуава Джус находился в отпуске в Перу, когда он решил побродить по улицам ночью один. Он вспоминает, что дом поблизости якобы населен призраками, и он решает это проверить. Он смотрит на дом снаружи, как вдруг в окне дома что-то или кто-то появляется. Переведите мне, пожалуйста, эту надпись на испанском на доме. О боже мой, это тень! Что это такое? Это голова? Я понимаю, что это могла быть всего лишь мебель, а могла быть фигура в капюшоне или плаще. Но потом происходит следующее. Вы видели? Вы видели это? Будто тень фигуры. О боже мой! Странная темная масса начинает двигаться справа налево. А что думаете вы, это действительно случай паранормального явления? Или просто спецэффекты? Номер 4 В чудесный день ютубер Бреннер Тейлор выбрался в поход вместе со своими друзьями. Он еще не знает, во что превратится эта приятная прогулка. Они набредают на другого человека. А они тихо решают, что делать дальше, когда один из друзей без всякой на то видимой причины начинает задирать этого человека. «Эй, как дела, чувак?» «Какого черта? Замолчи!» Бреннер и его друзья останавливаются, однако клоун начинает идти за ними. Я бы не удивился, будь это розыгрыш. Но в следующий момент они прячутся в деревьях, и у Бреннера случается довольно реалистичный нервный срыв. Они пытаются определить деревья, где их машины, тогда как клоун почти добрался до них. Они бросают бутылку в противоположном направлении, и клоун уходит на звук. Группа друзей едва смогла убежать от этого человека и уехать. Как и большинство людей, просмотревших это видео, я не могу решить, фейк это или все взаправду. Как мы знаем, в мире полно ненормальных людей, и может произойти все, что угодно. Номер 3 42M Views вдруг замечает, что один мужчина снаружи его дома ведет себя очень странно. Он проявляет повышенный интерес к нему или к дому, в котором он живет. Незнакомец продолжает слежку больше часа. Оператор находится в очень взволнованном состоянии, и он не выходит на улицу, чтобы разобраться с этим мужчиной. Вместо этого он публикует видео на YouTube, чтобы узнать ваш совет. Лично я думаю, что этот мужчина планирует ограбление, или у него расстройство личности, а этот дом его навязчивая идея. В любом случае, вряд ли исход этого дела будет безобидным. Дайте знать, стали бы вы выходить на улицу или позвонили бы в полицию. Номер 2 Мангирда Стримонис исследовал дно местного озера, когда он вдруг заметил круглый предмет, который выбивался из общего ландшафта. Поборов некоторые сомнения, он берет череп, покрытый ракообразными, который когда-то принадлежал человеку. Судя по всему, он был здесь продолжительное время, на что указывают водные организмы, которыми оброс череп. Либо это правда, либо хорошо сделанная подделка. А что думаете вы? Номер 1 Ютубер Фенатик рыбачил в Льюисвилле, Техас, когда он выловил нечто отвратительное. Внутри пакета было нечто ужасающее, из-за чего Фенатик вызвал полицию. 9-1-1, что с вами случилось? Я выловил пакет с костями, и я не знаю, чьи это кости, животных или человека. Весь разговор с 9-1-1 был записан, так же, как и приезд полиции, поэтому мы не можем сомневаться в правдивости этого видео. Полиция забрала пакет с костями на экспертизу, однако, насколько мне известно, результаты исследования так и не были обнародованы. Субтитры сделал DimaTorzok